Это Джим Келли, это когда кортавый чувак с буквы R не выговаривает. Я говорю, ты смотрел фильм с Джимом Келли? Джим Келли на самом деле, же братан, снимался в фильме «Блюз всемогущий». Всем привет, я Петр Воликов, это спорт Шрёдингера и у нас выпуск про бокс. В феврале после паузы в целый год возвращается Канад Ислам. Его соперником будет бывший претендент на титул чемпиона мира Джим Келли из Британии. Но это совсем не топовый бой и вообще он пройдет на территории реабилитационного центра для алкоголиков и наркоманов в США. Вот так вот сразу вас удивляю. Но зато организовывает этот бой бывший бизнес-партнер Майка Тайсона, а комментаторами заявлены три легенды. Сейчас я подробно расскажу, что вообще ждет Канада, разберу его соперника и найду ему цель на остаток карьеры. Не титул чемпиона мира, конечно, но вполне выполнима. В общем, как обычно, приятного аппетита и... ВУКИТ! Сегодня я начну с истории про одного казахстанского боксера. Кстати, тоже средневеса. 11 лет назад Геннадий Головкин провел один из самых тяжелых боев в карьере. 10 раундов избивал Касима Аума в Панаме, а африканец все не падал. Перед поединком Геннадий Геннадьевич провел двое суток в аэропортах и самолетах. А вот с Авиасейлски Зет не возникнет таких проблем. Этот сервис по поиску дешевых авиабилетов найдет вам лучшие варианты по всем направлениям. Ссылку на Авиасейлски Зет оставлю в описании. Ну а теперь к бою Канада. Вот это лучшая привязка к рекламной интеграции про Геннадия Головкина. У Канада таких трудностей не будет. Канад давно в США и более того, с Келли он должен был подраться еще 25 января. Но тогда вечер бокса перенесли из-за вспышки Омикрона. Касу организаторы делают на билетах. Телевидение не показывает этот вечер. Поэтому присутствие зрителей очень необходимо. С этим проблем не будет, братан. Это же реабилитационный центр алкашей и наркоманов. Организовывает бой ислама промоутер Гарри Джонас. У Джонаса нет своих звезд. Самый известный Эриксон Любин, улетавший в нокаут от Джермела Чарло. Свой шанс стать супер промоутером Гарри упустил 8 лет назад. В бокс Джонас пришел после создания трех сайтов. О политике, азартных играх и страховании. Его собственную промоутерскую компанию закрыла федеральная торговая комиссия. Но в 2013 году он неожиданно объединился с Майком Тайсоном и возглавил его компанию Iron Mike Promotion. Майк получил небольшой контракт с ESPN и подписал кучу молодых боксеров. Но вот добраться до звезд не смог. Самые громкие имена это олимпийский чемпион Пекина Феликс Диас, проигравший нокаутом Кроуфорду и чемпион мира среди любителей украинец Евгений Хитров. Как аэропорт, что ли? За полтора года Майк провел 11 шоу и решил уйти из бизнеса. Вместе с Тайсоном ушел и Джонас. Гарри построил в Планте, штат Флорида, центр реабилитации для алкоголиков и наркоманов. Короче, это такой рехат. Назвал его White Sons. Белые пески в переводе. Белые пески? Там Е? Или И? Буква. В прошлом году Джонас вернулся в бокс и создал третью в жизни промоутерскую компанию. Для проведения вечеров бокса Гарри выбрал свой рехат. Установил в спортзале ринг и временные трибуны. На арене White Sons Evans, если это можно назвать ареной, и пройдет бой ислама. Если что, Джонас провел там уже четыре шоу. Состав участников плюс-минус одни и те же боксеры. Все без особых перспектив и богатого прошлого. В общем, ждать сверх чего-то от вечера бокса Каната Ислама не надо. Ни уровень Дозон или Шоу Тайм. Зрители заманивают приглашением трех бывших чемпионов мира. Роя Джонса, его бывшего соперника Антонио Тарвера и скандального пола Малиниаджи. Все трое вроде как должны поучаствовать в трансляции как комментаторы. Для них это не в новинку. Рой комментировал Себа и Головкина на HBO. А Пол в перерыве между скандалом с Макгрегором и Лобовым успел стать звездой телеканалов Шоу Тайм и Скай Спортс. Крутой он аналитик. От антуража вечера бокса переходим к сопернику Ислама. Джимми Келли 29 лет, его статистика 25 побед, 2 поражения, 18 нокаутов. Родом из Манчестера, но по национальности ирландец. У Джимми с рождения не было выбора. Его второе имя в паспорте Килрэйн в честь легендарного ирландского бойца на голых кулаках Джека Килрэйна. Джек Килрэйн убей дождь. Джимми третий боксер в семье после отца и деда. Папа собирался даже стать профессионалом, но помешали проблемы со зрением, а потом родилась еще и дочка. Долгие годы отец работал охранником, а сейчас преподает ММА и карате. К поясу чемпиона мира Джимми прикошнулся. Правда, младенцем. В 9 месяцев родители сфотографировали его с титулом Ленокса Льюиса. В детстве он занимался не только боксом, но и плаванием, баскетболом и ММА. В юности даже провел несколько боев по ММА, но к тому моменту перспективы в боксе были ярче. Джимми неоднократный чемпион Англии среди юношей. Тренировался Келли с будущей легендой Тайсоном Фьюри. Тот тоже из Манчестера. На ютуб лежит даже видео спарринга 15-летнего Келли и 18-летнего, но уже огромного Фьюри. Тайсон, конечно, там работает не в полную силу, но его мелкий соперник неплохо двигается. Свою статистику в любителях сам Джимми оценивает так. 65 побед, 40 досрочных, 5 поражений. Он изначально был настроен на профи и перешел туда сразу после совершеннолетия. Дебютировал Джимми с досрочной победой над другим новичком Моссом Хамедом. Тот так расстроился, что больше никогда не выходил на ринг. Он один бой, что ли, провел? Какая судьба у человека? Прикинь, один раз всего вышел на ринг, проиграл и больше не выходил. Друзья, если вам интересна биография вот этого Хамеда, в комменты побраться. Во втором бою Келли лишь по очкам побил Билли Смита. Человека с удивительной держалкой. У Смита 145 поражений за карьеру, но только 8 раз он проигрывал нокаутом. Свой первый титульный бой Келли получил на серии из 13 побед. Все над британцами. Дальше его карьера развивалась стремительно и даже образцово. Промоутер молодец. 14-й бой победа нокаутом над грузином Нодаром Робокидзе. И серебряная версия пояса молодежного чемпиона WBC. В 15-м бою был уже полноценный титул без приставки серебряной. Нокаутировал он Ганса Исака Арье, будущего соперника, кстати, Жанко Шатурарова. 16-й бой победа решением над аргентинцем Мартином Фиделем Риусом и титул WBO Интерконтиненталь, который Джимми отнес на могилу матери. Мама умерла от тяжелой болезни, но поддерживала Джимми настолько, что в день боя помогала ему собирать вещи. В 17-м бою Келли получил шанс всей жизни, но не воспользовался им. В декабре 2015 года Лиэм Смит впервые защищал титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе. Бой разогревался на футбольных пристрастиях соперников. На пресс-конференцию Джимми пришел в футболке Манчестер Юнайтед, а Лиэм в Ливерпуре. На ринге было то же самое, что и в этом сезоне АПЛ. Ливерпуль Лиэма избивал Манкунианца Джимми раунд за раундом. В 6-м Келли психанул и боднул головой, а в 7-м его угол выбросил полотенца. К новому уровню Келли оказался совершенно не готов, а Лиэм через 9 месяцев отдаст свой пояс Канело, чтобы мексиканец получил не только поздравления с победой, но и вопрос от комментатора в прямом эфире. Сколько ты еще будешь оттягивать бой с Головкиным? К своему второму громкому бою Джимми пробирался через соперников из Литвы, Никарагуа, Болгарии и, конечно же, Великобритании. Среди них был и человек, чья статистика недавно ушла за 200 поражений. После победной серии в 6 боев Келли снова получил шанс побиться за титул WBO Intercontinental. Завоевал его, нокаутировал болгарина Стилена Костова и поехал в Австралию. Поехал в Австралию через авиасейлскизе. Учись, габон, как вставлять. Это был первый случай в карьере Келли, когда он выехал за пределы северо-западной Англии. Очень домашний боксер. Бой против ирландца Денниса Хогана Джимми разогревал ну очень странным треш-током. Публиковал фото с Вастфуда, намекая, что ему даже не надо готовиться. А еще говорил, я вообще не пью, а последствия бурной молодости для Денниса не пройдут даром. Бурная молодость – это решение Денниса уехать из Ирландии в Австралию, чтобы окончательно не спиться. Дома он примерно каждый день посвящал себя выпивке и немного боксу. Готовый клиент для реабилитационного центра. Как я в Сарканде, получается? Получается, Саркант – это Ирландия, Алмата, Австралия, что ли? В самом ринге было скучно. Хоган включился во второй половине и уверенно выиграл решение. Келли с этим, естественно, не согласился. После этого он провел разминочный бой, удивитесь, я не шучу, в банкетном зале стадиона Лидса. Пацаны, кто тоями занимается, прям мотайте на ус, реально бизнес-проект. Бокс на той, прикинь? Там Джимми победил решением очередного соперника из Никарагова и настроился покорять Америку. Келли подписал контракт с промоутером Грегом Коэном, но боев не получил. Этому есть объяснение. В 2020 году Коэн на полгода сел в тюрьму за то, что взял у знакомого 200 тысяч долларов, пообещав вложить их в акции и не вернул. Сейчас Коэн на условном сроке, но вернулся в бокс, создал новую компанию Бульдог, недавно подписал нашего Ивана Дычко на сопромоутерский контракт. Ваня, если он будет брать у тебя деньги, не давай, братан. А как? В общем, Келли вернулся на ринг только два месяца назад, 12 декабря. Выиграл нокаутом и нанес сопернику поражение номер 50 в карьере. Эталонный, конечно, мешкобой этот Келли. И вот Джимми теперь едет в Америку. Вряд ли он, конечно, представлял, что Америка окажется вот такой. Еще из интересного о Келли есть вот что. Он с детства ходит в очках. Из своего опыта он выделяет спарринги с Билли Джо Сондерсом и почему-то с Камилой Шереметой. На этот год у него есть четкая цель. Хочет боя с Крисом Юбинком-младшим. Спойлер, не будет такого боя, ни уровень Джимми это. В итоге Джимми средненький британский боксер, которому однажды повезло подраться за титул чемпиона мира. Если другие претенденты заслуживают такой шанс своей оппозицией, то Келли тогда выбрали из-за его популярности в Манчестере. Местный боксерский герой. Ничего сверхординарного в нем нет, как и сильного удара. Всего 10 побед нокаутами. И не думайте, что я его недооцениваю. Вот даже по версии бокс-рек он не входит в топ-10 британских боксеров в своем весе. Про позицию в мировом рейтинге вообще страшно говорить. Я бы честно не исключал сенсацию. Будь у Келли сильный удар, Джимми моложе и выше. Он непробитый. С его уровнем соперников было бы легко сохранить здоровье. Но никаких исходных данных для сенсаций мне не видится. Интереснее посмотреть, каким будет Ислам. Если честно, по привычке продолжаешь возлагать на него какие-то надежды. Но видишь возраст 36 лет и расстраиваешься. К сожалению, свой шанс побиться за титул чемпиона мира Ислам упустил пару лет назад. Как мне видится целью Ислама, если он продолжит карьеру, должен стать боксер с именем, но без пояса. Например, Хайми Мунгия. Такой бой ведь был возможен до пандемии. А следующий соперник мексиканца уж точно не сильнее нынешнего Ислама. Есть и другие имена. Сергей Деревянченко, с которым есть предыстория по Астана-Орландс. Или Крис Юбинг, если британец не получит титул чемпиона мира. В прошлом году Юбинг, если что, собирался подраться с немцем Анатолием Муратовым. Это же... Немецкий Мурата, что ли? Он стал, так и еще же. Земляк! Но в итоге Юбинг подрался с немцем Ванником Авдеяном. И не скажет, что эти варианты звучнее имени Ислама. Я не уверен, что Канад заслужил боев с такими боксерами. Но увидеть его против них было бы интересно. И такое можно устроить. Ну а пока Келли и, как думается, победа в поздних раундах. На сегодня все. Бой Ислам Келли по нашему времени пройдет утром 26 февраля. Ситуация, как с легендарным Абадаем Саем, не должно повториться. Джимми уже в Америке. Ссылки на прямую трансляцию и видео на аккауты обязательно будут в Телеграме и Инстаграме Спорта Шрёдингера. Там обязательно нужно подписаться. Друзья, если вам не трудно, по-братски. Пишите в комментах, что, по вашему мнению, пошло не так в карьере Ислама. И каких реальных боев от него можно ждать. Алха Казахстан, мы когда-нибудь дождемся топовых боев с участием наших боксеров. Мы победим там. Вот так. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok